Тяжелая артиллерия в борьбе со стихией. Без обработки в зимний период проезжей части противогололедными материалами невозможно полностью справиться со снегом. Это одна из трех обязательных составляющих наряду со сгребанием и вывозом снежной массы за пределы города. Обработкой дорог и тротуаров ежедневно занимаются десятки вот таких комбинированных дорожных машин. Рабочий день каждого из водителей начинается с загрузки. За каждой машиной закреплен свой маршрут. Так что если в городе автомобиль едет с поднятым ножом и не посыпает дорогу, это не обязательно означает халатное отношение водителя к работе. Вероятнее всего он просто следует к своему, грубо говоря, рабочему месту. Всего в областном центре 25 маршрутов подсыпки с перечнем конкретных улиц. Средняя протяженность каждого примерно 8 километров. Я свой маршрут засыпаю. Где-то машина три на маршрут. Маршрут 100 тысяч квадрат. Вот засыпаем его. Работает техника круглосуточно. Ивановские улицы посыпают только песко-соляной смесью. Химические реагенты не используют. На то есть несколько причин. Во-первых, песко-соляная смесь дешевле в приобретении. Она столь же экологична. В ней присутствует всего лишь 5-7 процентов соли. Но она, в отличие от жидких реагентов, не только дешевле, но и удобна в применении. Потому что для жидких реагентов нужна другая техника, другая технология. И, что самое главное, город должен быть оборудован ливневой канализацией. Если мы сейчас жидкими реагентами растопим снег и лед, то воде просто некуда будет стекать, она будет замерзать. Ситуация будет просто еще хуже. Как рассказывают специалисты, песко-соляная смесь ничуть не уступает в эффективности химическим реагентам. Единственный недочет, чтобы она подействовала, нужно чуть больше времени. В зависимости от интенсивности снегопада примерно 30 минут. Но кое в чем проигрывают химикаты. Песко-соляная смесь почти экопродукт. Соли в ней не более 7%. А значит, она безопасна для окружающей среды. И, что немаловажно, не разъедает обувь и лапы домашних животных. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.